Музыка Привет-привет! С вами Лера. И вы на канале «Путешествуем с семьей». И сегодня мы, как и обещали, приехали на пляж Эль-Фанар, который находится в Шарм-эль-Шейхе, в районе Хадаба, в конце одноименной улицы Эль-Фанар. Прямо напротив входа на пляж находится памятник жертвам авиакатастрофы самолета «Боинг-737», произошедший 3 января 2004 года, когда борт, выполнявший рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх-Каир-Париж, рухнул в Красное море через 2,5 минуты после вылета из аэропорта Шарм-эль-Шейха. Пойдемте на него посмотрим. Монумент представляет собой арочную стелу, на которой высечены имена погибших в трагедии. В центре стремится в небо стая птиц, олицетворяющая души погибших на злополучном рейсе. Вот мы зашли на территорию. Прямо после входа в ларечки можно купить орешки, очки, панамы, купальники, маски, ласты, крема и всякое такое. Вход на пляж платный, стоит 100 фунтов. Это около 7 долларов. Детям бесплатно. За эти деньги вам предоставят лежак, полотенце и пол-литровую бутылку воды. Вот справа души и туалет. С собой проносить на пляж еду и напитки нельзя. При входе могут посмотреть сумки. У нас, правда, не смотрели. Справа первая кафешка. Всего их здесь три. Меню с кафе с ценами. Кому интересно, ставьте на паузу. Кормят в кафе очень вкусно. Порции большие. Дорого или нет, конечно, не дешево. Но в целом цены не заоблачные. Особенно, если учитывать, что предложение ограничено. Суп томатный, 7. Вече-то полосы. А вот и сам пляж. Это, кстати, практически весь пляж. Еще немного лежаков есть за поворотом. Не сказать, что лежаков уж очень много. Я думаю, иногда мест на пляже может и не быть. Здесь, на рифе, есть немного песочка. Можно поблескаться с маленькими детьми. Кто-то прям тут уже плавает с маской. Вообще же, с масками плавают правее. Сейчас мы до туда дойдем. А в этом месте, вдоль рифа, плавать нельзя. Так как могут быть опасные подводные течения. Около лежаков малышам можно поиграть в песочек. Некоторые спросят, для чего в Египте ехать на платный пляж. Дело в том, что далеко не во всех отелях Шарма есть свой риф с пляжем. У нас был как раз такой случай. И еще дома мы запланировали поездку на этот пляж. Где есть шикарнейший отвесный риф. Вторая же причина посетить этот пляж стала для нас довольно неожиданной. Мы остановились в отеле Барселло Тиран Шарм. В районе Напк. Где оказался довольно сильный ветер. В море из-за волн совсем невозможно купаться. И вот за 10 долларов мы доехали на такси до этого пляжа. Где, как видите, практически не ветра и полнейший штиль на море. Тем самым мы спасли один из дней пребывания в Египте от безделья. А вот и деревянный понтон, с которого все ныряют с масками. Ну вот на видео не очень хорошо видно, но уже с понтона можно посмотреть на рыбок, которые плавают над рифом. Кстати, из-за подводных течений можно плавать только справа от понтона. Вот мостик спасателя. Правила посещения пляжа. Надо же, работает с 8 утра. Итак, ныряем. Здесь я ничего не буду комментировать. Смотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще тут есть вот такие качельки Ну вот мы и прошли весь пляж Впереди уже выход С вами была Лера Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok